Гоффман занимает очень необычное место в истории социологической теории. В теории легче всего опознавать и легче всего запоминать, и лучше всего, и даже правильнее всего запоминать по центральной эмоциональной тональности. Как в художественном произведении, во многих художественных произведениях, так и во многих книгах по социологии есть центральное строение, центральный мотив, который характеризует эту книгу и часто характеризует автор. Когда мы берем Дюргейма, то центральное чувство, о котором он пишет, которое объединяет социальный мир, так как он его видит, это чувство солидарности, ощущение единения с другими, слияние в едином порыве или, например, отсутствие, которое представляет собой повод для эгоистического самоубийства. Вебер – это протестантская тревога кальвиниста по поводу своей избранности или неизбранности. Гоффман – совершенно другой. Для классиков социологии большое повествование – это повествование о каких-то важных возвышенных чувствах, а Гоффман пишет о вещах столь обыденных, что большинство людей даже считают их недостойными для того, чтобы о них вообще писать. Его центральный эмоциональный опыт, который объединяет почти все, что им написано – это, если хотите, ощущение бытовой неловкости. Представьте себе, что вы отпустили какой-нибудь комментарий о плюде с короткими носами, а потом догадались посмотреть на нос собеседника, а потом догадались вспомнить, что вы видите, когда смотрите в зеркало, и как выглядит ваш собственный нос. И повисла неловкая пауза, потому что вы поняли, что брякнули что-то лишнее. Весь Гоффман по большому счету об этих неловких паузах. Он был выдающимся, не только выдающимся ученым, но и выдающимся… Я не знаю, какое слово для этого можно подыскать. В интернете его назвали бы троллем. Профессора сложно описать таким образом, но большая часть его вдохновенных страниц о неловкости и неудобстве и смущении были написаны кровью его студентов, потому что его классные комнаты превращались буквально в пыточные камеры, говорят, когда он опробовал все свои соображения о том, почему людям легко или нелегко иметь дело друг с другом, на непосредственно подручных, подопытных. Гоффман ввел понятие стигмы для того, чтобы описать одну специфическую конфигурацию человеческих свойств или человеческих атрибутов, которые особенно часто продуцируют неловкость. Мы представляем себе людей вокруг, как представители каких-то категорий. Мужчины, женщины, старые, молодые, богатые, бедные и так далее, и тому подобное. В большой степени вся асцология об этих категориях. Некоторые из этих категорий сопутствуют друг другу обычно. Мы обычно предполагаем, что домохозяйка – женщина, а банкер, например, мужчина. Есть какая-то корреляция. Иногда происходит сочетание, встречает сочетание, которое неожиданно, не вписывается в наши ожидания. Гоффман называет эту совокупность ожиданий, которые мы достраиваем виртуальной идентичностью. У нас есть какие-то элементы идентичности индивида, и по ним мы пытаемся спроецировать все остальные. То, что на самом деле характеризует его или ее – это актуальная идентичность. Виртуальная и актуальная идентичность расходятся, если какой-то атрибут не сочетается в глазах окружающих с другими атрибутами. Этот атрибут может быть просто необычен и никак не оценочно не нагружен. Он может делать человека хуже, а может делать лучше. Атрибут, который Гоффман называет «Стигман» – это такой атрибут, который делает индивида хуже, чем если бы этого атрибута не было. «Длинный нос» все равно до Бержерака – прекрасный пример. Все равно был бы гораздо лучше, если бы нос был нормального размера. Очень хорошо Гоффмана характеризует то, что «Стигма» и его книга на соответствующую тему начинается с совершенно душераздирающего письма девушке в женский журнал, в который она спрашивает, не покончить ли ей с собой, потому что она родилась без носа. На месте ноздрей на ее лице две уродливые ямы. И это все, что есть. И вот она не понимает, почему, и не понимает, что ей делать дальше вообще. Это почти идеальный пример «Стигмы» во многих отношениях для Гоффмана очень-очень удобный. Он не стесняется использовать такие удобные примеры. «Стигма» бывает трех типов. «Стигма» бывает физической, такой как нос Серано. Она бывает моральной или характерологической, когда мы предполагаем, что имеет место какой-то моральный дефект. А она бывает, наконец, групповой или племенной. И это то, что мы называем стереотипами, негативными стереотипами в отношении группы в целом. Стигмы всех трех типов, конечно, отличаются друг от друга. Границы между ними не всегда ясно проводимы. Например, по поводу гомосексуальности есть разные теории, связанные с тем, какого рода это стигма. Если мы принимаем биологическую теорию происхождения, она становится чем-то наподобие слишком длинного носа или, например, наследственного заболевания. Если мы обращаемся к социальной теории происхождения, она становится чем-то типа племенной стигмы. То же самое, что этничность. Если мы предполагаем, что это моральная испорченность, как предполагает традиционный консервативный дискурс, то от этого она становится разновидностью характерологической стигмы. В этом смысле четкой границы между ними нет. Но между ними, тем не менее, есть разница в зависимости от того, к какому полису они тяготеют. Про некоторые формы стигмы мы предполагаем, что они являются виной и ответственностью того, кто этой стигмы несет. В других случаях мы считаем, что это беда. Девушка, которая оделась без носа, вызывает у нас сочувствие. Герцог Рочестер, который потерял нос из-за того, что болел сифилисом, потому что предавался всевозможному беспутству, способен вызвать у моралистических пуритан даже некоторое злорадство, потому что они от себя во всем отказывали, теперь видят, что тропа порока не ведет ни к чему хорошему. Тем не менее, во многом в этих стигмах, каково бы ни было их происхождение, есть общая динамика, и они имеют общее следствие для взаимодействия между людьми. Присутствие стигмы и стигматизированного индивида вызывает других неловкость. Он то, что Гоффман называет «виновная личность» не в том смысле, что обязательно в чем-то виноват, а в том смысле, что из-за него всем остальным непросто. Ситуация взаимодействия всегда осложняется для окружающих, когда в нее оказывается вовлечен стигматизированный индивид. Представьте себе, что вы имеете дело близко с человеком, у которого есть горб. Горб представляет собой интерактивную проблему, безжалостно сообщает Гоффман. Во-первых, разумеется, правила поведения, скорее всего, предписывают, так вы их понимаете, предписывают вам не обращать на этот город никакого внимания. Но старательно не обращать на что-то внимания совсем не так просто. Когда вы хотите не обращать внимание, ваш взгляд невольно мигрирует туда, на что вам не надо обращать внимание. Дальше больше. Если вы решили заняться каким-то активным спортом, то, имея рядом человека, о стигме которого вы извещены, но с деталями наделенности, которые вы не знакомы, вы постоянно попадаете в сложные ситуации. Приглашать ли, например, его заняться побегать и поиграть в футбол? Мешает ли горб играть в футбол? Если вы не пригласите, то получится, то все поймут, и прежде всего сама жертва этого события, что его считают коллегой. Если пригласите, а вдруг вы действительно пригласите человека, который не может играть в футбол, так как остальные. Гоффман показывает, что люди, не наделенные стигмой, легко окружают их самой невероятной мифологией, казалось бы, абсурдной. Про слепых ходят самые разные истории, некоторые из которых как бы поднимают их над остальными. Например, про слепых верят, что у них исключительно развиты все остальные чувства, что не соответствует действительности. Так или иначе, оно в каком степени отделяет их от всех остальных людей. Возвращаясь к нашему примеру, допустим, вы решили играть в футбол, но надо ли играть в футбол с человеком, который, возможно, не может играть так, как вы, так как вы играете с другими игроками. Можно ли, например, его пихать? Можно ли его толкать, как вы толкнете остального? Если вы не будете толкать и будете обращаться с ним как не вполне полноценным игроком, не будет ли это хуже, чем если бы вы толкали? Короче говоря, каждое такое соприкосновение порождает массу озабоченностей, массу тревог, которые отсутствуют в нормальном взаимодействии. Взаимодействие, которое ощущается как нормальное. Гоффман, что очень характерно для него, везде пишет «мы нормальные», обращаясь к своему читателю. Составляет читателя, разумеется, много раз почувствовать, насколько читатель сам ненормален, потому что каждый из нас легко придумает массу контекстов, в которых мы все так иначе стигматизированы. Чтобы понять позицию Гоффман, надо иметь в виду, что он был крошечного роста, ребенком еврейских мигрантов из Одессы, который вырос в Канаде, в маленьком городке, в котором, по его собственному выражению, владеть французским было то же самое, что быть гомосексуалистом. Дает представление об атмосфере городка. Он знал очень много о том, как быть стигматизированным. Кроме того, он обладал несносным характером, как можно догадаться по его книгам. И в этом смысле его такое сознательно жестокое, вводящее из равновесия читателя обращение – это одна из самых запоминающихся черт всей его литературы. Так вот, стигматизированный индивид всегда создает вокруг себя ореол неловкости, постоянное ощущение того, что тем, кто с ним взаимодействует, нужно иметь какие-то задние мысли. Самый, разумеется, об этом очень хорошо знает. И взаимодействие этого не становится проще. Есть некоторые группы, в которых большинство стигматизированных находит себя. Например, группа им подобных. В конце концов, когда вы с товарищами по несчастью, вам не нужно претворяться, что этого несчастья не существует. Вы как будто отделяетесь от других людей, но при этом вы находите тех, кто понимает вас, кто знает, как к вами обращаться, и кто разделяет ваши проблемы и ваши чувства. Обычно есть еще другая группа, которая называется мудрыми – wise. Это те, кто по какой-то причине очень тесно взаимодействует с людьми, с этим конкретной разновидностью стигмы, и благодаря этому учатся понимать их, учатся взаимодействовать с ними, так как не умеют обычные нормальные, в скобках, люди. Полицейские, например, преступники часто тянутся к полицейским, потому что, несмотря на то, что полицейские находятся на другой стороне закона, полицейские взаимодействуют с преступниками и знают, как с преступниками взаимодействуют. Большинство людей не знают профессиональных преступников, имеют самые удивительные предрассудки по поводу этих самых преступников. Большинство их боятся, считая, что преступники, вероятно, аморальный элемент, который может совершить все, что угодно. Некоторые могут их идеализировать. Так или иначе они не знают, на что похожа жизнь такого человека. А полицейские, в общем, знают. И поэтому с полицейскими, хотя они находятся на другой стороне закона, легче, чем с нормальными законопослушными гражданами, потому что они где-то очень далеко, они живут в своем собственном мире. Стигма – это одна из важных тем всей западной политической культуры, и не только западной политической культуры, которую мы наблюдаем в современном мире. В большой степени политика, которую мы видим сегодня, эта политика направлена на интеграцию стигматизированных групп. Больше всего в странах Запада, но и везде, где их культурное или социальное влияние ощущается. Например, в России. Когда люди начинают заботиться о тех, кто прежде был исключен, а кого старались держать подальше, потому что они вот те самые виновные, неудобные личности, мы наблюдаем попытку интегрировать их и каким-то образом нивелировать влияние стигма на взаимодействие. Гоффман показывает, что благие намерения не всегда приводят к благим результатам. Тягивая людей, которые полубессознательно рассматриваются как не вполне полноценные люди во взаимодействии, можно нанести им гораздо больше ущерба, чем если бы их просто оставили в покое. Гоффман не предлагает никакого решения на этот счет. Получается из его книг, что любое решение, которое может быть или направлено принято, в той или иной степени совершенно ужасно. Тем не менее, этот вектор политики просматривается повсеместно, и мы видим, как он доминирует, часто вытесняя более традиционную политику, основанную, например, на экономических интересах. Проблемы, связанные с интеграцией мигрантов, это в большой степени не экономические проблемы или, строго говоря, политические, а проблемы, которые рассматриваются сквозь призму существования людей, которые по этническому признаку, например, стигматизированы. Западная политическая культура развивает в себе форму чувствительности к любой исключенности. Любая группа, которая прежде была исключена и стигматизирована, теперь становится объектом специальной, целенаправленной заботы. Это касается мигрантов, это касается гей-парадов, например. Исключение одной стигматизации, однако, создают другие. Прежние стигматизаторы оказываются новыми стигматизированными. Ницше гениально предвидел то время, когда условно-гофмановские нормальные, абсолютно нормальные, несуществующие нормальные индивиды окажутся в меньшинстве и почувствуют себя со всех сторон под давлением или под наступлением разных групп для него ущербных, которые требуют для себя новых и новых прав. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok